Всем приветяще, кто смотрит это видео! С вами Свежинцев Роман и вы на канале Труджимп! Весь под впечатлением от мега-крутого поединка между Степи Меочичем и Даниэлем Кормье. Реванш этих монстров получился зрелищным и бескомпромиссным. В первом раунде бойцы пристреливались друг к другу, но было видно, что Кормье быстрее поймал свой ритм, стал попадать по Меочичу своими шальными закидушками, пробивал лоу-кики и провел эпичный тейкдаун. Во втором раунде Даниэль также уверенно начал наращивать свое превосходство. Степи больше пятится и пытается контратаковать, подбирая к сопернику ключи, а Кормье прет как бульдозер с выражением лица, будто ему по барабану все, что ему может преподнести бывший чемпион. Третий раунд почти ничем не отличался, кроме того, что Степи начал чаще попадать. И вот четвертый раунд. Меочич берет инициативу в свои руки и начинает засаживать сопернику убойные подачи по печени, и эти удары приносят плоды. Кормье начал сдавать, а Хорват все больше наращивать темп и работать по этажам. И ба-бах! Даниэль пропускает колотушку в челюсть. Его повело, и Степи бросился добивать. Удар, удар, еще удар. И судья останавливает бой. Степи Меочич возвращает свой пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Вот такие дела, друзья. Как вам этот поединок? Понравился? Пишите в комментариях. А пока посмотрите слова Меочича после боя в моей озвучке. Видеоряд взят с других видео, чтобы не было страйка от UFC. Степи, поздравляю тебя. Спасибо. Первый вопрос я хотел бы задать тебе про твой вес. Многие были шокированы, что ты вышел намного легче. Из-за этого ты был намного быстрее, чем в первом бою. Нет, просто я стал отцом и не хочу отращивать батина пузо. Я просто хочу оставаться в хорошей форме. А пузо не хочу. Но если говорить по правде... Что касается веса. Я ел до хрена еды, пил много воды и тяжело тренировался. Да и лето выдалось жаркое. Вес упал сам собой. Но послушайте, я ощутил, что стал сильнее, чувствовал себя потрясающе. Когда ты начал бить DC по корпусу, тебе посоветовали в углу или это было на инстинктах? За неделю до боя я говорил об этом со своим тренером. Когда боксируешь, противник начинает поднимать руки к голове. И я захотел проверить его корпус. Я помню бой Андерсона Сильвана UFC 200. Там были удары по корпусу ногами. Я понял. Он слабее, чем я думал. И после пары попаданий я увидел победу. В начале вашего поединка ему удавалось наносить удары руками. Тебя это задело как хорошего боксера. Я про то, что он с тобой боксирует, и попадает чаще. Это было херово. И пару раз, я не знаю, тыкал ли он мне в глаза или это был кулак. И в эти моменты я не понимал. Блин, он попал мне пальцем или все-таки кулаком? Я не пытаюсь смазаться, но я просто не знаю. Но все-таки я это преодолел. Знаете, он потрясающий боец. Драться с ним было неудобно. И так было первые два раунда. Но потом начал атаковать я, и он замедлился. И я понял, что я забираю бой. В первом раунде DC тебя поднял, долго держал, а потом бросил. Да, мне казалось, я на нем бисел целый час. Что это было? Мне показалось, мы в рестлинге. Что он пытался сделать, не знаю, но это было странно. Ты понимаешь, что ты победил DC, так же, как и Джонс, в том же здании пару лет назад? Да мне на это наплевать. Меня больше заботит, что я принесу поезд своей дочери. Он попадал довольно сильными ударами. Что ты об этом думал в момент боя? Я дрался, как сучка. Дрался, как сучка. Так и было. У DC не забрать того, что он является одним из лучших бойцов в мире. У меня было ощущение, что я потерял свое моджо. Но к четвертому раунду тренер сказал мне, что скорее всего я его прикончу. Вопрос номер один. Стипи, с кем ты будешь драться? Знаете, я только что купил новый дом недели две назад. Я вернусь домой, поплаваю в бассейне, дам телу отдохнуть и подумаю, если DC захочет реванша, у тебя есть какое-то желание немного оттянуть время? Пока я ничего не знаю, я хотел бы залечить свои раны. В понедельник мне будет 37, а чувствую себя на 98. Поживем, увидим.